Привет, народ! Это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. И сегодня вот очередное видео, оно доказательство. Этому мы будем кушать курочку. Но сначала мы приготовим курочку в целых шести мини-печах, да? Шесть мини-печей сегодня будем тестировать разных брендов. И наша задача, ну, во-первых, посмотреть, как они справятся с готовкой, и дальше, кроме того, понять, что вообще представляет собой современная мини-печь, что она может предложить владельцу, пользователю, и насколько удобна она в эксплуатации. Вот эти разные модели. А курочка у нас от бренда Петруха Мастер. Ребята, нам реально привезли просто улетное разнообразие всего. Много курочки. Вообще, у них есть колбаски для гриля и для домашнего приготовления, мясо птицы в маринадах, котлеты и митболлы. Благодаря упаковке срок годности продуктов от 10 до 12 суток. Можно купить в начале недели, ну и заранее быть готовым к поездке на природу, например. А еще бренд давно на рынке, и поэтому с качеством у них все окей. Иначе бы они просто не смогли работать так долго. Вы можете быть уверены, что все продукты безопасны и полезны. На гриле, мангале, сковороде, в духовке продукты Петруха Мастер можно готовить любым способом. И в итоге точно будет вкусно. Продукты Петруха Мастер можно найти в магазинах, заказать в службах доставки или в собственном интернет-магазине бренда. Ссылка в подписи к видео. Петруха Мастер – это продукты для тех, кто ценит свое время и энергию и хочет питаться полезно и разнообразно. Итак, ну, как видите, мы уже здесь готовим, собственно, уже процесс идет, уже курочка готовится. И пока все это происходит, я буду рассказывать про каждую из печей. Ну, смотрите, вот это Endeavor, и это самая большая мини-печь в нашем обзоре. Да, в общем-то, не такая уж она и мини, потому что здесь объем 65 литров, а это вообще-то объем обычной стандартной духовки, которая вот может быть встроена на кухне. Но если у вас какая-то другая ситуация, никак ничего не встраивается, не хотите, может быть, дача, то вот такая духовка – это реально полноценный объем обычной духовки, только она не встраивается. Итак, что она умеет? Ну, здесь такое простое, понятное управление. Выбираете, устанавливаете время работы, таймер с отключением. Кроме того, дальше температуру выбираете. И вот два еще, две ручки управления – это режимы работы, режимы нагрева и режимы еще работы в духовке, которые связаны с конвекцией, да, то есть вы включаете отдельно конвекцию, здесь она есть. И, кроме того, включаете вертел, он тоже входит в комплект поставки. Кроме того, есть процерин такой классический и есть решетка, тоже такая для запекания. Мы как раз ее сейчас используем. Здесь у нас цыпленок табака готовится. И, в общем-то, это и все, что нужно знать об этой печи. Немножко мне не понравилось, когда я с ней знакомился, что нет внизу фиксации двери, и она у вас ударяется об стол. И, в общем, нужно аккуратнее. И об стол ударяется, и потом, когда закрываете, тоже никаких довольчиков нет. Так что все достаточно громко, и вот немного, так, знаете, небезопасно может быть. Стекло вполне может и разбит случайно, так что будьте осторожны. Эта проблема, на самом деле, есть у всех печей в нашем видео, кроме одной, кроме печи Крафт. Я чуть позже буду о ней рассказывать. Там есть эта вот фиксация двери снизу. А так нужно быть осторожным, чтобы ничего не поломалось, не испортилось, не разбилось. Следующая печка Орсон. Ну, возможно, она самая красивая в нашем видео. Такой благородный вишневый цвет, бордо такое, да, так что вот кому-то так под дизайн кухни, под интерьер может вполне подойти. Что здесь? Да, в общем, все то же самое. Орсон, правда, у него такая неплохая комплектация. Здесь два таких классических противня. Решетка для запекания. Есть еще круглая форма для выпечки, для пиццы, да, вот эти все вещи. Ну, и есть вертел. Кроме того, на самом деле, все печки, они еще комплектованы, ну, всякими вот держателями для противней, там, для решеток, да, чтобы было более-менее удобно как-то с ними работать. Это все есть. Что касается режимов работы, ну, в принципе, здесь все идентично практически, да, вот с той же печью Endeavor. То есть есть таймер, есть установки температуры, есть режимы работы конвекции и вертела, да, отдельным, отдельно это управляется. И есть такие вот классические режимы работы духовки, там, нагрев сверху-снизу, нагрев только снизу-сверху. Ну, в общем, все как у всех, как у всех печек и духов. Да, и что касается чистоты еще, да, вот ухода за духовкой, то вот здесь в духовке Орсон каталитическое покрытие пористое, да, и поэтому, когда вы готовите, ну, при температуре примерно 200-200, 220 градусов, если используете, то у вас происходит расщепление жира, да, и таким образом менее-менее грязная у вас духовка. Это не значит, что за ней совсем не нужно ухаживать, нужно, но просто это сделать проще, и вот в этом смысле ребята об этом подумали. Есть, правда, такой момент, что вот эти пористые панели каталитические, их нужно иногда менять, да, потому что, ну, они со временем теряют вот эти свои свойства, разрушающие жир, расщепляющие. Но вот как это сделать здесь, я в инструкции не нашел. Следующая печь, это Jeff Grill, и, как видите, у нас там шашлычки в ней готовятся, ну, потому что в комплект поставки, кроме вертела классического, еще входит шашлычница, и мы решили ее попробовать. Но вот когда все это сделали, когда загружали печку, да, вот нашей курочкой, мы поняли, кстати, что такая шашлычница, есть к ней небольшие претензии, потому что вот эти вот шпажки, они круглые, и зачастую очень много мяса разного, оно будет прокручиваться на вот этих шпажках. Если бы их сделать такими плоскими, знаете, возможно, мясо бы держалось как-то лучше. Но вот такой момент есть, мы как-то пришли к выводу, что нужно об этом сказать. Дальше, по комплектации, ну, вот я уже сказал про шашлычницу и вертел, есть противень, есть решетка для запекания, есть там всякие держатели, тоже для того, чтобы было удобно использовать все это. Ну и по управлению то же самое, четыре ручки управления, опять же, таймер, температура, вертел, конвекция и режимы нагрева, сверху, снизу, снизу или сверху, ну, такая классика. Да, еще момент, это у меня в руках вот такой тефлоновый, ну, скажем так, лист, да, это такое тефлоновое здесь покрытие, это от этой печи, от GF Grill. Ну, можно использовать его, производители его рекомендуют использовать там вместо бумаги пекарской, да, это к нему не прилипает, ничего не пристает, и, в общем, как-то удобнее готовить, и результат получается лучше. Можно, кстати, постелить вот так вот на противень, чтобы, если сверху что-то капает, чтобы на него капало, потому что потом легче как-то оттереть, удалить загрязнение. Ну, то есть, вот такая штука вместе с GF Grill тоже поставляется. Так, ну, следующая печка в обзоре, мини-печка, она реально мини-печка, то есть, это самые маленькие габариты и самый маленький объем в нашем видео, 26 литров. Ну, так как микроволновочка вполне, кстати, круто, мы показываем, что есть вот эти печи разных габаритов и объема. Помните, Endeavor, да, большая печка на 65 литров, как полноценная духовка практически по объему. И вот есть такие небольшие, то есть, ну, вот можно выбрать, в зависимости от того, есть ли у вас место и вообще там, какие у вас кулинарные традиции и так далее. Много ли вы готовите? И это называется печка Воронеж-2, но она не российская, как кто-то мог подумать. Просто ребята-китайцы вот решили так назвать, ну, в смысле, она сделана в Китае, но решили вот так быть ближе к народу и назвали Воронеж-2. Это не потому, что железнодорожная станция, у них просто модельный ряд, там, Воронеж-1, Воронеж-2, Воронеж-3, Воронеж-4, Воронеж-5 и так далее. Вот, у нее в комплекте противень, решетка и вертел тоже есть, но такая маленькая печка, и что там на вертеле готовить, ну, не знаю, перепелок или совсем маленькую курочку может быть. Хотя, конечно, вариантов, может быть, наверное, много, наверное, и вы пишите в комментариях, чтобы вы в такой маленькой печке на маленьком вертеле готовили бы. Вот эта печь, она объемом уже 30 литров, то есть побольше немного, да, но тоже такая микроволновочка. Здесь нет вертела, здесь только процевень и решетка, то есть такая классический такой жарочный шкаф, они еще так называются. И, кстати, что касается управления, наверное, вы обратили внимание, здесь уже три регулятора, у нас были модели, где четыре регулятора, но здесь печи меньше, поэтому вот решили так сделать. Естественно, есть таймер, есть настройки температуры и есть вот выбор режимов. Просто вот выбор режимов нагрева, их объединили вот в одном регуляторе. И вот эта печь, вы видите, что там не курочка у нас, не курочка, а такие круассаны, булочки с корицей. Ну, что-то мы решили, знаете, столько уже курицы готовим, давайте что-нибудь другое приготовим, чтобы тоже показать, что эти печки умеют вот и выпекать, да, потому что выпечка это важно, выпечку многие любят. Они, поскольку устроены все одинаково, то есть два нагревателя сверху и конвекционный вентилятор, то, в общем, на примере вот этой печки Крафт мы показываем выпечку, что можно, наверное, можно, посмотрим, что получится выпекать здесь всякие разные вкусности. Эта печь, она уже объемом 38 литров, побольше такая, и здесь такая комплектация неплохая. Здесь есть вертел, понятно, противень классический, решетка, а есть еще большой круглый такой противень для, там, пирогов, для пиццы. И здесь, кстати, вот в этой печке максимальная температура там за 300 градусов, то есть это как раз вот история про пиццу, чтобы выпекать пиццу, это здесь предусмотрено. Кстати, все печки в нашем обзоре, они сделаны в Китае, а вот эта Крафт, она турецкая. Это вот как раз та самая печка Крафт, я о ней вспоминал уже, у нее дверца открывается и как бы фиксируется вот в открытом положении, ну, то есть она не бьется прям так сильно, а стол, например, да, меньше шансов ее испортить, разбить и так далее. Ну, смотрим, что у нас получится в итоге, как все приготовится. Субтитры сделал DimaTorzok Опа! А вот что получилось. Честно говоря, чувствую себя немного там, не знаю, знаете, на экзамене в каком-нибудь кулинарном техникуме. Вот студенты курицу пожарили. На самом деле-то мы пожарили курицу, не пожарили даже, а запекли ее по-разному. Курица крутая, кстати, от наших партнеров Петруха Мастер, это такой большой интернет-магазин всяких разных мясных вкусностей, и в том числе и много-много курицы у них в разных маринадах. Ссылка внизу в подписи к видео. И что, собственно, получилось? Получилось, что все печки справились. Вот реально глобальных проблем у нас не возникло. В одной, как вы помните, мы даже решили курицу не делать, но вот испекли такие булочки клевые, с корицей тоже все получилось. То есть, смотрите, и мясо, вот птица, и выпечка в таких печах получается. Я вот говорю за всех, потому что у них, в принципе, одинаковая конструкция. Ну, реально, два нагревательных элемента сверху и снизу, и, собственно, и конвекционный вентилятор еще, который можно включать или не включать при необходимости. Я, наверное, выделю две печки, которые, ну, скажем так, мне больше пришлись по душе, хотя, повторюсь, кулинарный результат, в принципе, у всех нормальный. Итак, это вот эта печка, Jeff Grill, на самом деле, за шашлычницу я ее полюбил, ну, потому что я люблю иногда какие-то эксперименты кулинарные, и вот это мне бы, наверное, пришлось по душе, если бы только еще плоские вот эти шампурчики были, мне кажется, было бы лучше. Ну, и вообще, нормальная печь себе показала, у нее средний объем, в принципе, ну, поместится где-то даже на небольшой кухне. Еще Orson мне понравился. Тут вот что. У Orson, между прочим, это единственная печка в нашем обзоре с двойным остеклением дверцы. Два стекла там, то есть лучше теплоизоляция, то есть быстрее процесс приготовления, там меньше теплопотери и в итоге энергопотери. Да, ну и плюс безопасность. Все-таки у остальных печек стекло одно, и оно очень сильно нагревается. Здесь все-таки, ну, тоже я бы не стал прикасаться, но поменьше нагревается. А еще у Orson каталитическое покрытие вот в рабочей камере, что, ну, как-то облегчает очистку. У остальных нержавеющая сталь, но тоже, если вот не запускать, то нормально, на самом деле, все очищается. Вот, это мои впечатления. Наверное, два моих фаворита, но, в общем, вы все видели сами, можете выбрать своих. Да, еще один момент, который касается печки крафт. Немного он не понравился, мы уже, когда испекли булочки, мы потом увидели, что деформировалась немного у нее рабочая камера. Там в одном из углов, прям такая явная деформация, ну, вот непонятно, как она будет дальше себя вести, что будет дальше, если бы, если дальше в ней готовить, и насколько это повлияет в итоге на работоспособность печи. Ну, там понятно, там конструкция нагревательного элемента немножко другая, он прикреплен непосредственно ко дну, и поэтому из-за вот того, что температура меняется, такая деформация происходит, но это не очень правильно, вообще-то. Так, ну, кому рекомендовать вот такие печи, да, на самом деле много. Кому это и какие-то дачные, наверное, загородные варианты, где нет встроенной техники, встраиваемой, и там нет духовки, а вот это вместо духовки вполне себе рабочий вариант. Они, видите, они же разных размеров, разных габаритов, то есть, в принципе, на разные кухни, даже на маленькую кухню вот есть варианты, да, или если там много готовить, если на дачу много, большая семья приезжает, то вот есть и большие духовки больших размеров, большого объема, да, с этим тоже можно играть. Ну, и пишите в комментариях еще, какие еще варианты использования, где бы вы их использовали или используете. На этом, наверное, все. У нас все получилось приготовить. Я не разочарован в целом вот в этом товарном сегменте, скажем так, в этой технике. И этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто показываем, как она реально работает. До новых обзоров и тестов. Пока!